Православные чудеса в 20 веке. Свидетельство очевидцев. Издано по благословению священника Евгения Корягина. Стигматы – особые раны или знаки на теле, возникающие нерукотворно. Поддельные стигматы мы не рассматриваем. У католиков обычно возникают стигматы в тех местах, где были раны от гвоздей и копья в теле Христа. И они считаются признаком святости, отмеченности Богом. У православных нет стигматов, как признаков святости. Нет стигматизованных святых. По учению церкви для спасения довольно одних естественных болезней и скорбей, перенесенных терпеливо. Известны случаи, когда у симулянтов появлялись те болезни, какие они симулировали, и именно в тех местах, где они притворно указывали. Загипнотизированному человеку положили на руку холодную пятикопеечную монету и сказали, что она раскаленная. На том месте у него вскочил валдырь, как от ожога. Кроме этих произвольных, бывают и непроизвольные стигматы. Вот три истории. Евгений, житель города Б, рассказывал, что у него перед свадьбой его появились на груди стопа отчетливый след человеческой ступни, красноватого цвета. Что это, спрашивал он? Это знак, что я буду под пятой жены? Изображение ступни на груди исчезло через несколько дней. Причем нужно заметить, что он не был тогда православным. Не ходил в церковь, не читал духовных книг, ничего не знал о стигматах. Вторая история. Женщина была колдунья. Она была злая, жила одна. С соседями не общалась, наговаривала, нашептывала, колдовала. Она призналась, что не может мыться в бане, если увидит на ком-нибудь из моющихся женщин болячку, и болячка тут же появляется и у нее, в том же самом месте. Чири, лишай или еще что-нибудь. Как только увидит их, тут же все переходит на нее. Ясно, что стигматы могут быть и у неверующих, и у колдунов. И вот третий случай, исключительный. Его рассказала матушка Энн, жена московского священника. Я никогда не верила в стигматы, да и не верю. Я православная, а у нас не может быть стигматов. Но вот однажды утром я увидела у себя на руке с внутренней стороны, повыше запястья, крест. Крест был ровный, красноватый, с четкими краями. Не зная, что это, я удивилась и пошла к врачу. Показываю врачу руку и спрашивают, что это? Врач посмотрел с недоумением и говорит, «Это вы, наверное, сами себе сделали? Зачем? Мне не нужен больничный лист». Но он остался при своем мнении. Вывод. Стигматы не являются признаком святости или отмеченности Богом. Ведь Бог и шельму метит, говорит пословица. И если Бог кого наказал болезнью, это не значит, что тот человек святой. Очевидно, что только самообольщение рима-католиков позволяет им считать эти раны признаком святости. За последние годы Россию посетило множество зарубежных проповедников, якобы для ее евангелизации, а на самом деле для борьбы против православной церкви. Несколько раз, в частности, по российскому телевидению показывали католического стигматика, который проповедовал свое инославие. Весной 1992 года немало москвичей побывало на его выступлениях, проводившихся на одной из больших спортивных аренд столицы. Учитывая это, мы решили поместить рассказы о ложности стигматов вообще.